Субтитры сделал DimaTorzok Так, ладно. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найт Гвард. Ну что ж, ребята, продолжаем играть в Грейфьярд Кипер и быть просто максимально лучшим, блядь, работником кладбища в истории этой планеты. А что, у нас нету места на донатаре, что ли? Блин, это печально. Так, ладно, сейчас надо пособирать крылья, потому что из них делается бумага. Бумага мне нужна. А что у меня здесь лишнее? Аааа, масло, 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 масло из семян. Я аж купил масло у того психованного деда. Короче, тут столько дел понаделалось. Сейчас надо немножко это дело расхлебать. У нас, кстати, на сегодняшний день будет уже паства. Паства это хорошо. Так, ослик, 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 ослик. Здорово, мужик. Масло принес. Отдать масло. Ну, наконец-то, тишина. Теперь я могу обдумывать мою теорию по пути сюда и способы борьбы свои права. Я уже привлек на свои стороны всех портовых крыс, между прочим. Ёб твою мать. О, мы получили тельце впервые за долгие десятилетия. Так, ладно, это скину сюда. А что он не скидывается? А, я ж не починил дырку снизу, точно. Сейчас, секунду, не гней, не гнюй, гнай, подожди. Сейчас будем с тебя срезать. Кстати, я открыл технологию этого. А, да, аккуратный мясник. Все. Никаких больше ошибок. Я теперь буду вырезать, так сказать, все эти внутренности просто как мясник Билл из банд Нью-Йорка, который орудовал своими ножами просто как профи. Так, что мне нужно? Мне нужно херово гаражира для того, чтобы делать свечки. Свечки это плюс, так сказать, презентабельность нашей церквушки. Что нам нужно еще? Да много чего, надо, короче, сейчас тут все вообще будет с него посрезать и похоронить его как получится. То есть сейчас главное с него посрезать. А, вот, кстати, я уже начал, только не доделал. Понятно. Давай, добьем эту херню. Слушай, мне просто интересно, вот, мужик, тебе придется покататься. У тебя как бы смерть будет очень даже веселая. Забрай тело, ебай, слышишь? Чисто хочу проверить, как оно вообще работает. Вот прямо подхожу, вот так вот, ебай, да? Вот подожди, вот так. Опа! А что оно? Бляха, классно. Проверил. Тут, походу, надо что-то строить, то есть, чтобы он куда-то улетал на какую-то полочку или что тут, или американские горки захерачить. Короче, Керва знает. Так, ладно, аутопсия. Что нужно с него срезать? Бля, вообще все, что хочешь. Жир, ебать, извлечь. Сейчас я тебя все извлеку. Мне это все пипец как надо, дружище. Так, кровь, ебать, тоже нужна. Давай. Заберем все. Все самое лучшее. Оно тебе на том свете уже как бы не пригодится. Что у нас там лишнего-то лежит, бляха? Ой, красе этих таскаю с собой. Чьи этих лещей сраных. Блин, куда бы это все дело поскидывать? У меня тут нет сундука. Бля, мне кажется, я смогу сходить. А, кстати. Молодой человек. Слышите, полежите здесь чуть-чуть. Тут, в принципе, нам недалеко идти. Сейчас, 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 сейчас. А, кстати, стоп. Стол для изучения всякой херни. А, у нас же сейчас нету этой. Да, 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 да. Все, подождите, пардоните. Я же еще не провел пасту, она вот только началась. Сейчас, секундочку. Тут где-то ящик был. Надо в него какую-нибудь срань скинуть. Чтобы она нам не мешала. Прям приятно стало ходить. То есть, понимаете, сошел как бы в одно место. И, видите, вышел в другое. Так. Кусок камня скинем. Карасей этих поскидываем, да. Все остальное, вроде бы, пока что мне нужно. Что тут излишнего? Вот эти истории. Я не знаю, для чего они нужны. Создается на исследовательском столе. Типа, вот. Ладно, пусть пока лежат здесь, короче. Я не знаю, зачем они нужны. Надо только разобраться. Что за истории. Для чего они нужны. И чем они нам помогают. Хер его знает, короче говоря. Но есть и есть. Как бы. И флахану в руки. Так, мужик, ты там не сгнил? Сейчас. Я уже иду. Пациент, подождите. Сейчас мы с вас срежем. А зубы вырвим. Сделаем вас максимальным красавцем. Так, мясо, черепуха. Кстати, вот. Опа. Раскладывается на какие-то составляющие. Это херня. Черепуха. Тут, в принципе, все из этого дает нам синенькие крючки исследования. Ну, кроме мяса. Мясо, ну, в принципе, заебись. Но мясо это попозже. Кожа, черепуха. Давайте срежем черепуху. Кстати, я почти все красные элементы убрал. Тело просто идеально. Осталось только... А что? Подождите. Интересно. А что влияет еще на красненькое из того, что здесь осталось? Хм. Мясо вроде бы не вли... Хотя, может, мясо срезать? Черт его знает. Или же кожу? Блин, мне кажется, кожа. Кожа может гнить, поэтому надо ее снять. Это, конечно, звучит не очень презентабельно, да? Но... А, хер там. Промазал. Стало больше красненьких тел. Давайте, может, черепуху сюда достанем, типа, я не знаю. Вынем из него черепуху, бля. Может, ему полегчает. Нет, ему стало примерно так же хреново, как ему и было раньше. Но это не важно. Так, мясо достали. Вообще все херово стало. А, бля, давайте уже кости извлечем, хер ли нет. Бля, мужик, прости. Я еще и спать захотел. Бля, чувак, полежи здесь чуть-чуть. Вообще капельку. Сейчас я схожу буквально пару минут, вздремну, слышишь, и вернусь. Ты особо не сгнивай там. Блин, так хорошо шли. Тело уже было практически идеально готово. Тут мы начали срезать, короче, часть тела, которые нужны, короче, к трупу, для того, чтобы он был презентабельным во время похорон. Но мне кажется, да, типа, когда, знаете ли, башка без черепа, как-то это не презентабельно. Есть что-нибудь для энергии, бать? Ягод можно нажраться, в принципе, да? Но этого будет крайне мало. Так, это сюда выложить черепуху. Допустим, наверное, пока брем не будет. Давай, это сейчас чуть-чуть буквально поспим, бать, капельку. Чтобы какая-то энергия была. А, там уже ночь наступает. Погоди, надо же успеть провести эту гребаную... Так, ебать, бери ягоды. Ой, морковка тоже дает энергию. А, морковь у нее самому нужна. Так, 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 так. Что еще дает энергию, бать? Минус... О, желтые цветки. Ебать, сейчас нажремся. Сейчас так нахрюкаемся, что охереть можно будет. Можешь пойти сначала пасту провести? Слушайте, что я... Не, нахер, труп, короче. Короче, чувак, прости, не знаю, не пошло с тобой, не удалось. Я, наверное, пойду сначала пасту проведу, реально. Потому что сейчас время пройдет, как бы, а потом... Финитуля комедия, все дела. А это для меня доход. Ну, и прочие мелочи, которые мне очень нужны. Так, заб... А, некуда, да? Чтобы выложить здесь, я сейчас... Вот эту штуку пока выложу, а эту возьму. Эх. Не повезло, парню. Ну, бывает такое, знаете ли, вот... Не фартануло. Так, я успеваю. Я успеваю провести его. Давай. Я там понаставил этих свечек. Всего того, что я мог здесь понаставить. Пока что у нас больше ничего особо не открыто. Там надо открывать все эти... Церковные вещи, там, арочка и прочее. Это на попозжа. Я вот сейчас, кстати, думаю, оставить эти... Вот эти... О, четыре сразу. Оставить вот эти вот шарики веры на исследовательский стол или отдать их той бабе в баре. Вот это вот, кстати, вопрос на миллиард просто. Еще два, и того пять! Ни хрена себе! Так, а бабе не требовал четыре. То есть, в принципе, один значок такой вы можете потратить на исследование. Во! Слушайте, это так с каждым разом. Типа, каждый светильник. Два-два-два. А что такие нищие? Два-два-три-два-два. А, ну что за... Ребята, там раньше по шестерочке кидали. Что-то, не знаю, деревня обнищала, что ли. Так, это сейчас я заберу. Сейчас это, ребята, все дело мы заберем. Что у нас там по доходу? 27 пожертвования! Какого черта? В прошлый заход было там, не знаю, 60. Что-то такое. Ёлки-палки. Что, у нас деревня, что ли, нищает или что? Я понять не могу. Что это такое? Это что такое? Я тут, значит, улучшаю здесь все, делаю, чтобы было все презентабельно, красиво. А не вот так вот, да? Но это, не знаю, это неблагодарность какая-то просто свинская со стороны этих ребят. Просто отвратительный ужас. Я готов подать, не знаю, куда-нибудь, в кого-нибудь, чтобы их заставили платить больше денег. Так, чувак, ты там не разложился еще, слышишь? Все хорошо? Бать, что там? Ну, нормально, ему, короче, херово. Кость потом заберу, ебать, забрать тело. Блять, не особо хочу его хранить, если честно. Я, наверное, пойду просто скину его в воду, ребят. Ну, честно, ну, он не очень, он там весь раздолбаный. Зачем пугать людей от этого, блядь? Потом через сотни тысяч лет, как бы, люди раскопают это кладбище, да? То есть, чтобы посмотреть, что там было. А там, короче, будет херобас. Извините меня. Без черепухи, без жира, без крови. И вообще без ничего. Ну, это страшно. Не будем, короче, людей пугать. Так, миски я помню. Я помню про мисочки, блядь, братан. Как только будет, я тебе принесу, не переживай. Так, здесь нихера. Из новинок по поводу свечек. Сейчас разберемся, что там у нас со свечками. Но жир у меня вроде бы чуть-чуть появился, блядь, да? Свечка делается из двух жира. Две соты я смогу найти, кстати говоря. И конопляная веревка, это херня вопрос, потому что я вроде бы коноплю засадил. Слушайте, я сейчас могу оформить две свечки. Звучит архи неплохо, просто мне нравится. Так, у меня под кость есть место? Конечно же нет. Пойти, что ли, одну веру потратить на исследование, не знаю, чего-нибудь, что даст мне синенькую энергию. Так, только мне надо так, чтобы именно всего один. Вот, а задействуется всего один, а один веры, отлично. То, что прописал доктор, ибо че. Так, и кожа, это как бы кожа, да, очевидно. Ох, дали просто синички от души. Теперь по поводу технологии. Давайте сейчас вот откроем у нас. Консерванты, срезание. А, вон они, кишки, сердце, мозг еще. Вот такое себе, алхимическое хранилище. Тут, блин, столько всего интересного. Но эти синие значки так тяжело добываются, что просто боль. Так, вот. Вот, теология. Вот куда надо, ребята, идти. Камерное надгробие, это, конечно, хорошо. Но я пока хочу заниматься именно церковью изнутри. Так, создать молитва о пожертвованиях. Больше дает дохода с денег, я так понимаю, да? Но моя нынешняя дает именно больше. Вот, веры. Дополнительные пожертвования и вера. Так, эффект проповеди плюс 50-100%. Вера с проповеди плюс 50-100%. Необходимо, так, 15. А, необходимо состояние церкушки 15, чтобы эта вера действовала. Слушайте, это просто, это будет дохера бабла и дохера веры. Но надо будет сделать, чтобы состояние церкви было 15 минимум, иначе не работает. Слушайте, это, конечно... Я, наверное, открою эту штуку. Как-нибудь сейчас там запотеем до 15 веры. Мне, кстати, интересно стало, какое сейчас нынешнее состояние... Так, кости я не забрал. Он как валяется, да? Ну, пусть валяется. Пусть это будет, не знаю... Пусть Герри считает, что это его кость. Не знаю, правая нога. Пусть парень порадуется чуть-чуть. Типа, кайф, у меня есть правая нога. Это же классно. Так, состояние сейчас 13. Как раз я впаяю два светильника, и будет пятнашка. Ебать, все рассчитано просто. Тютелька в тютельку, ебать. Миллиметрик к миллиметрику. Идеально. Перфекто. Так, в какой день приходит бабень? По-моему, кстати, сейчас она именно у нас находится в баре. Может, сразу к ней идти? Слушайте, надо посмотреть персонажа. Где это красивая, сисястая женщина? Она приходит. Да, сейчас ее день. Надо сразу, наверное, идти. Блин, а нахера я тогда вышел с подземелья? Возникает вопрос. Тут же идти просто далеко. Как бы сразу сейчас пойдем к ней, побазарим. Теперь-то у нас есть обаяние на четверочку. Сейчас мы и покажем, кто здесь главный на районе. Подкачу к ней. Одену свои очочки. Чинодену. Положу руку на ее плечо. Возьму за сиську. Скажу так. Элизабет. Мать твою. Колись. Что за секреты? Ты задолбал от меня уже уходить. Мне нужна информация. Так. Стражники. Здравствуйте. Ави. Ави всем. Ох, кто-то меч оставил. А в обене... А, это или это она? Нет, она еще, походу, не пришла. Ё-моё. Слишком рано пришел. Тебе лучше поговорить с моим мужем. Да я в курсе. В курсе, что лучше говорить с твоим мужем. А по поводу торговли... А-а-а! Вот, кстати, рыбные деликатесы. Восемь серебра! Это, походу, чтобы все-таки начать готовить что-то из этого леща. Но это восемь серебра. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Блин, кстати, он накопил уже 42 серебряных монетки. У нас просто... Гроши. Ну, просто бомжи какие-то, не знаю, ужасные, отвратительные бомжи. О! Тебя-то мы и ждали, пупсик. Заходи. Вот она идет. От бедра виляет. Кстати, не понимаю, что за мода была у Средневековья. Вот эти вот... Коноплечники дутые. Я понимаю, когда пацану, как бы, да, он такой, типа, становится широкоплечью, типа, ебать, сразу. Ну, типа, борцуха там сидела. Треугольная спина. А, но девушкам-то зачем это нужно? Я просто не понимаю. Потому что баба оказалась в широких плечах? Зачем это нужно? Так, опять ты. А, ей тоже нужна пятерка. Это четыре нужно было этому, змею. Это фиаско, братан. Это просто... Это такой фиасо. Что-то еще неделю ждать. Ёптвою. Бля, ну тогда сейчас, ребята, пойду вдарюсь в исследование. Там сейчас исследую все кости, все жиры. Вообще все исследую. А, сейчас посмотрим на нашу коноплю, как она там проросла. Может, еще купить коноплю? Вот в чем вопрос. Ладно, пока не буду брать. Короче, показываемся туда нашим домиком. У меня просто больше нету идей. Что еще можно сделать? Можно поставить гончарный круг, но у меня там нету места, чтобы, да, поставить... Начать делать эти миски. Мисочки, ну, для глины и так далее. Ну, типа, под них пока что нет у нас вообще варика. Блин, давайте что ли поспать с энергией, как бы, нихера. Наверное, пойду сначала посплю. Короче, много всего нужно, но у нас, во-первых, не хватает места под все в нашем доме. Нужно расширяться. Расширение стоит прям приличных, так сказать, ресурсов. Вот. Прям вот, как бы, положа руку на сердце, там прям реально нужно дохера. То есть, 10 сложных деталей и так далее. Очень сложная в прокачке, так сказать, процедура. Да, поэтому делаем пока то, что можем делать. Миски, мне кажется, проще просто купить 20 штук и не париться. Для этого просто нужны деньги, а для этого нужно, чтобы наша церковь нормально работала. А она что-то в последний заход нам ни хера бабла не принесла, и это печально. Так, что я хотел? А, ну я, в принципе, ничего не хотел. Прям вот так вот берем и идем. С нами же это есть? Значки, да. Значки веры с нами есть. Пойдем. Поисследуем всякие сейчас вещи. Получаем синеньких значков. Может, что-нибудь прокачаем. Посмотрим. Плюс надо было, наверное, оценить сразу коноплю. Но это сделается. Это ладно. Так, заходи. Жирок надо, кстати, вот, тоже дает. Нормально. Давай, 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 давай. Сейчас мы исследуем жирок. Жир это плохо. Разлагается на жидкость. Мы получили еще одну какую-то историю. Не знаю, зачем эти истории. Блин, а из нынешнего тут больше ничего и нельзя как бы исследовать. Надо идти, походу, брать либо кость, либо что-то еще. Пипец, постоянные перебегушки. Потому что забит инвентарь, блин, и скинуть как бы из него особо... Ну, хотя... Значит, энергия забиться чуть-чуть, знаете ли. Прямо конкретно забиться энергии. Пойти взять ту кость и исследовать кость. Я не помню, исследовала ли я кости в принципе или черепухи. Но сейчас посмотрим. Гири, прости, как бы я заберу твою правую бедренную кость. Она мне нужна для науки. У нас же запрыгал бедный парень, типа... Как? О! Новое тело. Отлично. Жирок мне нужен. А, ну кость я тоже, кстати, исследовал. Бляха, ну это печаль. Что, и череп тоже исследовал, что ли? Подожди. Ну это просто печаль, слушайте. Как бы... Мне нужны синенькие кружочки, а их вообще не из чего получать. Что за херня? Они даются только из внутренних органов всяких. Блин, это печалька просто. Бедный ослик там сейчас стоит, ждет. Так, 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 так. А куда я скинул черепуху? Подождите. Ай, на кладбище скинул. Ладно, понятно. Сейчас пойду проверю конопляшку свою. Мясо, кстати, здесь. У нас почему-то лежит и кость здесь, и кровь здесь. Мясо, мясо, мясо. Мясо сейчас, наверное, заберу и скину туда, где у нас лежит мясо, чтобы оно стакалось в одном месте. Я потом из него понаделаю деликатесов и продам сразу огромным скопом. Так, что еще здесь можно скинуть? Крылья летучей мышки. Ну, блин. Можно я, конечно, скинуть. Да, скинуть. Что тут еще из такого нужно? Кстати, у нас детальки, гвоздики, палочки. Блин, до хера всего у нас. Тут, в принципе, можно строиться прям сразу. Было бы только что строить. Вот в чем проблема. Так, конопля-то выросла. Конопля-то выросла. Собрать конопелечку. Да на хера мне морковка? Я конопельку хотел собрать. Ё-моё. Вообще, ты неправильно понял меня, короче, дружище. Не то собрали мы. Ну, ладно. Так, до хера всего по нас собирали. Теперь бы это все дело еще обратно засадить. Так, пустая грядка. Херач. Под конопельку. И здесь у нас семена конопли. Ага, и не хватает, как бы. Здорово. Зато под морковку хватает. Ну, хоть так пусть будет. Сколько мы там собрали конопли? Двенадцать. В принципе, сейчас на канаты на все хватает. Жирок у нас есть. Все, короче, красиво, ебать. Пошли делать. А, правда, нас тело ждет. Кстати, с него тоже жир срезать. Но это второстепенное. Так. Нам нужно, значит, жир. Нам нужно сейчас будут канаты. И что там еще нужно было? Я уже забыл. Ладно. Сейчас придется, короче, опять побегать. По разным точкам. Пока додумаемся, что там нужно для того, чтобы все это дело сделать. На самом деле, это очень странно, что нету крафт-листа. Вот, чтобы я открывал и постоянно не делал, чтобы крафтить. Но, как бы, это бред. Я же не могу столько информации о своей башке держать. Это же просто невозможно. Так, канапляные тросики, бать. Ага, и нет места под него. Ну, что ты будешь делать с этими, бать? Ну, давай сейчас всю канаплю израсходуем просто. Да и все, и париться не будем. Вот так-то, бать. Красиво. Так, канапляные тросики есть. А-а-а. Нам сейчас надо идти разорять еще эти деревья. Соты искать. Ёп твою, точно. Ну, пошли, хрен ли, как бы, в лес. Интересно, откуда проще выйти? Или сначала труп обработать? Канапляные соты нужны. Они, как бы, добываются тоже не особо часто. Просто, просто капец. Ну, тогда сейчас пока скину все эти детальки. Просто я как с собой таскаю детальки эти, как бы, на случай форс-мажора, если я вдруг найду, а-а-а... Не знаю, какое-нибудь потрясающее место, которое нужно открыть сразу, чтобы вот как вот не было с ведьмой. На болото зашел, как бы, там путь такой, сука, не очень хороший. Опа. А-а-а, так он теперь, типа, не дожидается и труп Альдена не скидывает. А-а-а, мы ж не положили ему морковки. Он приехал, типа, ебать, говорит, нет морковки, я даже не буду скидывать труп и уехал. Понятно. Гребаный ослик. Как же было хорошо, когда он работал просто безвозмездно, потому что он, по идее, тупой ишак. Типа, ну, вози и вози, блядь, что ты ноешь? Но тут он начал за права бороться, типа, потому что ты из себя строительный бизнесмен, это просто ужас. Так, я вижу улей. Мне нужны именно соты. Можно мне парочку сот? Было бы неплохо. Так. О! Воск получили всего один, нормально. Так, в принципе, это нормально. Ищем еще одну такую жужжащую субстанцию. Ать, вот она родная, недалеко. Отходят кассы. Кстати, дерево лежит чье-то. Надо бы забрать, наверное, с собой. Чтобы оно здесь не лежало. Так. А здесь не дали нам соты. Плохо срезали! Плохо работал! Некачественно. Так. Еще есть жужжалочки? Жжу. Блин, следующая паства. Сейчас посмотрим, какая она, в принципе, будет. Мне даже стало интересно, типа, какая паства будет. Кстати, а вот эти штуки, их надо открывать или нет? Это что-то я сейчас так, это... Создается на письменном столе. А я там уже размечтался. Думал, она... Я думал, это как пассивный элемент. Типа, ну... Как будто открывается талант к новой вере, типа, к новой пастве. Хер там плавал. Их открывать надо на письменном столе писать. Ёлки-палки. У меня не стало, а не то ни хрена. Ну что это такое? Блин, я уже весь такой думал. Сейчас мы, блин, красиво все провернем. Ага. Проверяй. Провернули, ебать. Ну ладно. Все равно надо прокачать свою церковушку. Так. Надо, получается, еще... Еще две таких. Потому что я собрал мало. Где еще ульи? Не вижу больше уль... Нет, что-то там вон в центре... В центре этого гремучего леса что-то... А, вот висит. Давай только с... С жужжащими сотами. Потому что мне нужны соты. Ну блин, ну какой... Ну какой смысл без сот, как бы вот? Чистомед мне не нужен. Я как бы пока не занимаюсь медом, если честно. Хотя дед просит там для себя принести ему. У меня, кстати, жизни ни хера не осталось. Тоже печалька. Надо будет поспать. Да что такое? Ну елки-палки. Тупо деревья без сот. Ну это, я не знаю. Это не красиво с вашей стороны. Гребаные пчелы. Могли бы поделиться. Вы-то их строите, как бы это говно вопрос. А подожди, а какого хера я умираю? Какого хрена я умираю? У меня жизни стало меньше. В смысле, пчелы меня пиздят, когда я собираю мед? Они прям берут и по щам не херачат? Да ладно! Еб твою мать! Так это что, дикие пчелы что ли? Ебануться, дверь. Ну нахер это боротничество? Тут можно, в принципе, откинуться. Закусали, падлы, до смерти. Я думаю, что в жизни все меньше и меньше. Может какая-то хворь? Может туман какой-то, не знаю, неправильно. Оказывается, это пчелы. Ебануться, кстати, кусок металла огромный я нашел сверху на шахтах. И походу надо будет сносить эту печку и строить новую печку, которая плавит именно вот такие огромные кусты. Кусты, кусты плавят, блять, пласты! Так, можно немножечко поспать? О, пошло, пошло здоровье вверх. Ну этих пчел нахрен просто! Хереть, пчелы! Здорово! Так можно, в принципе, откинуться. Так, раньше я вроде бы их не собирал. А семена винограда, но это, блин, это пока еще не скоро. Можно будет напосадить. Марковочка у нас для ослика. Блин, 10 морковок он требует, как бы это песец просто. Компост, дохера компост. Вроде как это, типа, удобрение, так сказать. Ну, они написали просто неправильно. Компост, типа, если... Я вам что не знаю, этот... Какого-то... Фермер. Написали бы по-нормал... По-человечье, я не знаю. Там какой-нибудь перегной, блять. Ничего-нибудь типа такого. Навоз! Вот, навоз! Вообще, я бы сразу понял, что это такое. Ну, блин. Это погост, перегост. Херня полная. Так, свечки. А, он сразу две делает! А, так это... Ну, как бы все, окей. Нормально. Свечечки мы сделали. Историю какую-то получили. Не знаю, для чего она нужна, но пусть будет. Так, можешь, кстати, потратить... А, я же скинул все. Угу. Потратил. Проверяешь два раза. Так. Сейчас мы... А, стоп. Я же делал свечки. А как их это... Установить на вот эти алтарики? А, вот создать. Тихо. Да ёптвою мать! Чтоб горел наш канделябр! Во! Вот! Сразу-сразу презентабельный уровень! Вот это... Вот это красиво просто! Сразу все. Как бы церквушка уже 15. Осталось только найти этот странный письменный стол. Да, и... Так, а мы можем поставить этот письменный стол? Где он тут ставится? Письменный стол. Слушайте, тут, в принципе, ресурсы не такие уж... Просто посмотрите, что у нас там в этом письме делается, так сказать. 8 досок и 8 гвоздей. По-моему, у меня вообще и то, и то было сразу. Здравствуйте, товарищ змей. Ебать, еще не разобрался. А, хотя стоп! Опа! Вот сейчас змей, кстати, очень даже вовремя пришел. Чувак, а ты-то вот как раз-таки ебануться, дверь погнуться. Так, это скинуть историю. Не знаю пока для чего она нужна. Говорю это в тысячный раз. Может быть, рано или поздно что-нибудь в голову придет. Так, стоп! А где ключ и инструкция к ключу? Мне же вроде бы сейчас хватает веры на того, чтобы его исследовать. Может быть, сейчас разберемся, откуда эта, так сказать, дверь куда она ведет. И у нас со змеем все сложится. Хоть где-то. Так, ключ. Инструкция к ключу. Кстати, гвозди, да, вот они, ебать. Брусья, доски. Мне надо, по-моему, досок чуть больше, да? Сейчас досок надо понаделать. Брать, возьми с собой еще, наверное, палок, ярли нет. Так, 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 мне нужны доски. Обычные доски, да, 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 да. Давай, 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 давай. Отлично, спасибо. Так, сейчас посмотрим. А там не подписываться, сколько надо всего или нет? Инструкция, блядь, классно. Кстати, исследуя ключ, мы тоже получаем эти данные синенькие, блин. Неплохо. Мне сейчас надо пробраться именно вот отсюда, забрать тут всякие вещи и сходить посмотреть, можем ли мы изучить инструкцию ключа, чтобы его открыть. Было бы неплохо. Было бы очень даже неплохо. Так, а вот это забрать... Что-то еще доска, ебать, можно забрать с собой. Кстати, черепуху, если что, исследуем, на всякий случай возьму тоже. Почему бы и нет? Есть контакт. Я просто не помню, сколько там требовалось энергии, именно вот этой вот веры, чтобы, так сказать, начать изучение ключа. Сейчас посмотрим. Следующий стол, ключ. Хватает всего. Ебанеслась. Ключ хранителя, ебать. Получили золотой ключ, получили до хера всего, получили ключ хранителя. Вот оно, что, Михалыч. Так, змей, подожди, день, не уходи. Не уходи, день. Змей, стой здесь. Вот оно, ребята. Видите, мы там как бы ползали, пытались всякие там, не знаю, другие штучки исследовать, а оказалось, что вот оно, вот как бы. Доброта подкралась незаметно. Мы открыли то, что хотели. Как бы то, что нам было нужно. Потому что мне нужно с этого змея печать, как бы, чтобы мясо продавать. Говорят, потому что мне люди сказали, что мясо дает денег столько, что обосраться можно. Два раза причем. Может даже три. Так, отдать ключ. Вот ключ. Опа, задание выполнял. Получили историю. Вместе пошли. Наконец-то на шаг ближе к цели. Иди-ка вперед. Еще посмотрим, кто из нас жалкий. Посмотрим, как они запоют в итоге. Так. Воу-воу-воу, это камера пыток, ебать. Что мы открыли? Ты о ком? Да, о всех. О всех, кто живет в этом пропитанном городе. О всех, кто считает себя лучше меня просто из-за того, что я... Ладно, ага, кажется, я вижу то, что мне нужно. Так, мне нужно было найти дневник для звездочета. Вот он. Опа, блядь! Вы умерли! Вы умерли! Ай, что это было? Я вроде целый, опять дома. Да. Минус один способ выбраться отсюда. Надо вернуться и забрать дневник. В смысле? Я только что сдох? Я дважды сдох, блядь? Я сдох, после того, как я сдох? То есть, меня сбила машина в 21 веке? А потом я сдох уже в средневековье. Я сдох во смерти. Ёб твою мать. Ты игру что, экзибит делал, что ли? Мы захуерили тебе смерть в смерть, чтобы, блядь, ты умер, когда ты умер. Опа. Это то, что... Что это было сейчас? Я как это сделал? Я не знаю, просто очнулся у себя дома. Ну, отлично. Пора привыкнуть жизнь-боль. Бесполезный дед оказался бессмертным. Ну, где в этом мире справедливость? Ненавижу тебя. Прости, что? Я тебя ненавижу! Смотрите, в кладбище бессмертный засранец. Так и запишу. Слушай, а вообще, это не так уж и плохо для меня. Теперь, когда у меня под рукой твоя бессмертная задница, мне нет смысла рисковать самому в этом подземелье. Ам... Ну, и что от меня требуется? У меня везде в городе уши. Я всегда знаю, где оставить нужные мне вещи. На данном этапе моего плана мести... Что? Плана мести? Все, что мне нужно, находится в этом подземелье. Мне нужно ведро крови языческой. И пять откровленных гвоздей. Гвозди должны быть на одном из первых уровней, где пытали язычников. В каком подземелье? Ну, вот прямо в этом, вниз по лестнице, через проход. А вот еще до церкви было. Должно быть очень глубоким. Там в старину инквизиции ловили кого-то еще до древнего контракта. Так, такой же значок, как и там возле портала. Я понимаю, что есть какая-то связь. Ребята, мы открыли подземелье пыток. Тут раньше работала инквизиция. Это-то ладно. Я пока что боюсь за то, что, как бы, понимаете, этот молодой человек, мне кажется, он говорит отомстить за всех. То есть он хочет всех убить, это нехорошо, бляха, это очень нехорошо. Так, дневник-то я сейчас заберу, блин, здесь столько всего интересного. Опа, можно разломать на детальки, ебать. Сейчас разломаю. Красиво, досточки получили. Я бы еще те канделябрики позабирал себе. Блин, тут какие-то штыри торчат. Я сейчас тут сдохну, ребята, отвечаю. Как бы тут очевидно, что тут можно сдохнуть. Да? А, нет, фу, блин. Что-то я подумал, сейчас здесь откинусь. Так, а здесь, кстати, ни хера интересно-то и нету. Как бы зашел и ничего не посмотрел. Так, вот эту штуку явно можно сломать. Просто очевидно. Такие вещи надо сразу ломать. Вот там куча всяких записей, но эта дверь... О! Запертах видно, здесь нужен ключ. Ага! Ну, там какие-то записи очень важные, я так понимаю, но нужен ключ, ребята. Ключи-то, конечно, хорошо. Так, вот эта штука, что за херня? Что за ловушка, сука? Одна... Надеюсь, она одна... А, она, походу, одноразовая, да? Нормально. Главная комната пыток. Тут просто пиздец. Кстати, у нас скоро придет этот наш звездочет. У нас для него будет дневник. Так, это же он. Что, у нас нет места, что ли? Да ё-моё, блин! Место кончилось. Кстати, мёд дает просто херову гору энергии. Чтобы скинуть такого палки, блять. Уничтожить. Семь палочек, до свидания. Так, дневник забрали. Всё! Пошло, пошло дело в гору. Я прям, знаете, счастье просто прям прёт. Так. Поговорить о дате кровавленной гвозди, ведро крови. Поговорить о деле. Бля, что-то какое-то дело, не знаю. Не хочу пока идти вниз, как бы. Давайте разберемся с тем, что у нас есть. Черепа на стене. План тёмного дизайна. То есть, мы можем какую-то, блять, силу магии, крови раздобыть для него. Для этого нужны бы в дальнейшем черепа. Блин, мне просто сейчас интересно. Это единственный шанс выбраться из этой жопы? Или это один из планов? То есть, может, как-то можно через инквизитора выйти более по-качеству? Потому что я не хочу заниматься магией крови. Вы уж меня простите. Как-то немножечко неправильно, наверное. Так, разложить бумагу на составляющие. Да, мне нужно сейчас и изучить. Вот, черепуху можно изучить. Отлично. Получили дохера синеньких элементиков, да? Правильно. Так, технологии. Теперь смотрим, что у нас здесь есть. Сжигание тел, кстати говоря. Место для сжигания тел. Керамический прах. Крематорий. Вот, деревянный L3. Вот, что я хочу открыть. Так сказать, более прокаченное улучшение вверх. Канделябры второго уровня. Так, ещё всякие улучшалочки сжигания тел. У нас 26 единиц сейчас синенького этой... Так, каменные колумбарии. Хермического уровня с прахом. Место для сжигания тел. Кстати, блин, может поставить? Я не хочу процедать пока что кладбище всякой хернёй. Хотелось бы использовать это более, скажем так, с умом. Продвинутая алхимия. Блин, да алхимия мне ещё реально далеко. Вообще даже не задумывался об алхимии, если честно. Так, вот, кстати, письмо. Стеллаж для свитков. Вот, кстати, письмо мне бы пригодилось. Написание историй. Если б я ещё знал, для чего эти истории было бы неплохо. Создание книг, твёрдых обложек. Это, конечно, круто. Но... Создание чернил. Тоже круто, но, блин. Знать бы ещё, для чего это нужно. Мастер собирательства. Ты любишь природу, она отвечает за ним. Ты получаешь больше ресурсов с небольших растений. Кстати. Вот это круто. Место под яблоню. Всего стоит десятку. Слушайте, не так уж плохо. У меня бы какой-нибудь навык такой, который повышал бы количество семян, которых я получаю после сбора. Потому что каждый раз, типа, я посадил там, предположим, 8 морковок, получил потом 4 семян. Как бы, ну, нехорошо. Так, продвинутая плавная... А, вот она, вот она, чё, что мне нужно. Продвинутая печь для плавки. Вот она, родная. Чтоб плавить эти огромные железные куски. Вот, 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 вот. Мы добрались до неё. Так, кулинария, строительство. Вот тут у нас что? У нас не хватает сейчас пока что зелёнки. А вот, ну, хотя синьки тоже уже не хватает. Драгоценные металлы. Всякая хрень. Ладно, тогда сейчас пока открою что-нибудь менее важное. Кстати, вот тут в садоводстве... У нас теперь не хватает зелёнки, я так понимаю. Да, фермер. Вот, как отобрать семена и получить хороший урожай. Вот, нужно 50. Теперь надо найти 50 зелёночки, ребята. Ну, это как бы рано или поздно мы нас собираем. Это не вопрос. Так, ладно. А что бы сейчас... В смысле минус один? Свечки тухнут? Их нужно было тупо на паству. Я думал, они будут гореть. В смысле они тухнут? Ёб твою мать. Это опасно. Деревянный алтарь, кстати говоря, можно сейчас сделать. Ребята, более красивый. Исповедальня. В принципе, вот это всё это вообще херня. У меня, по-моему, всё это есть. Так, 4 бруса. 3 детальки простых. Я могу это всё сделать просто. Абсолютно всё. Как раз таки, пока мы ждём дня прихода этого, нашего звезды, этого парня, можно всем этим делом заняться. Почему бы и нет? У нас брусы есть. Металл есть. Так, черепуху, наверное, пока скину. Буду их собирать. Оказывается, что они нужны этому пиздюку. А, металл, забирай. Что ещё? Дневник хранителя. Да пока, в принципе... А, я, наверное, сейчас скину вот бумагу. Бумага пока мне не нужна. Точильный камень, допустим, пока у нас здесь лежит. Коноплю скину не нужна. Детальки я заберу сейчас себе. Вот так вот у нас получается нормально, да? Красиво. Всё, пошли сейчас, ребята, наделать все эти штучки. Четыре балки нужно сделать. Это, в принципе, не вопрос. До хера досок, до хера три детальки простых. Но это не вопрос. Это всё как бы мелочь. Единственное, что у нас металл кончается. Он уже не плавится какие сутки, потому что металл кончился. Так, а что у нас в плане строительства большей печки? Сколько она будет мне стоить? А, так это, в принципе, херня. Свиная кожа. Бумага из свиной кожи. Так. Бумага из свиной кожи. А я, кстати, не смотрел, как она делается. Вот, блин. Тратим кучу времени именно на то, чтобы сейчас разобраться, что-то как нужно. Ну, как бы, а что поделать? Надо же потихонечку разбираться. Свиная кожа, свиная кожа. Именно свиная кожа. Это что, мне надо свиней, что ли, убивать? Или она как-то по-другому делается? Ну, подождите. Ведро крови. А, так его можно сделать здесь? Ведро крови. Понятно. Свиная кожа. Именно бумага из свиной кожи делается. А, из обычной кожи. Чё, только она... Я же где-то снимал её. Подождите, ебать. Сейчас надо найти, где она там лежит. Так. Та-да, погодите. Тогда, ребят, сначала делаем печку. Как бы, да простит меня моя потрясающая церковушка. Как бы, я не против её улучшить. Но, надо переходить на более полномар... Кстати, пять камней. Там, по-моему, тоже нужны, блин. Наверное, заберу сейчас с собой их. Просто, как бы... Кстати. Дневник хранителя я всё равно скину. Потому что мне идти с ним... Да. За счёту я всё равно пойду через это место. Поэтому, наверное, скину вот так вот. Что вот эти палочки маленькие вроде бы вообще ни херене не нужны. Только для печки, вонючей. Так, 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 так. Просто печку, ребят, надо сейчас сделать. Да, почему, спросите вы. Отвечу я вам. Потому что, мне кажется, вот эти вот огромные пласты металла гораздо проще плавить. Гораздо больше ляётся энергии. Это раз. А во-вторых, искать постоянно кучки вот эти вот маленькие металлы. Это очень затратная тема. А найти... Ну, а шахта с металлом, она как бы на одном месте всегда висит. Поэтому, как бы, всё очень просто. Так, это мы сделали. Ну, и сейчас пойдёт у нас жёсткий фарм. Жесточайший фарм вещей. Как раз целые сутки мы отработаем. Я, наверное, на мёду нажрусь просто в хлам. Потому что мёд даёт дохера энергии. Если бы я знал, что он столько даёт, я бы раньше его жрал, блин. Так, смотрим ещё раз. Большая печка. Да? Где она родная? Плавильная печь второго уровня. У нас детальки уже есть, сложные детальки. Я дохера понадел в прошлый раз так, про запас. Просто надо насобирать камня, 14 штук. Это как бы херня. И сломать предыдущую печь. Вот это, кстати, посложнее будет. Потому что сломать предыдущую печку. Кстати, мне бы ещё поставить склад под камень. Что-то я здесь, кстати, не видел такого. Вот странно. Придётся, походу, просто... А, вот склад железной руды. Вот. Блядь, а он занимает как бы... Ах! И расширяться как бы надо. Где расширение? Блин, тоже, в принципе, хватает. Ну, пиздец. Нет, для начала печки, потом расширение. Так, снести старую печь. Бать, до свидания, да? Всё, понеслась. Давай, давай, давай. Сейчас снесём эту херню. Печка, простите, была очень хорошей молодой печкой, но... Там деталик понабрали. Кстати, и камня понабрали сразу про запас. Теперь нам осталось всего-навсего 8 камня добыть, как бы, и всё. 8 камня, это тут, в принципе, возле дома можно понаколупать. Вообще херня. 2 камня сразу, хоп, с лёту. Ещё 3 камня. Нужна технология, да я помню. Так, осталось у нас буквально ещё 3 камушка. Мне надо расширяться рано или поздно, потому что там, как бы, территория кончилась. Это немножечко пугает. Ну, сейчас, получается, там основной тип расширения, это именно детальки и железные. Для них нужно просто много металла. И у нас он будет, как только мы построим эту грёбаную большую печку. Кстати, надеюсь, мне места хватит. Да, ооо, да, боже, какая она красивая. Просто цыпочка ты моя. Я тебя люблю просто так. Бам-бам, вообще просто не печка, а всем печкам печка. Да, с моим старым молотком это сейчас займёт очень много ресурсов. Ну, а чё поделать? А, кстати, нет, я успеваю. Так. Всё, ты можешь плавить эти, да, я так понимаю, или нет? Стоп, а какой смысл этой печки? Нет, нихрена, она не плавит эти огромные куски. Это чё, надо печку третьего уровня, чтобы такие куски, блоки плавить? То есть, придётся искать опять где-то руду искать? Ёптвою нахер. Блин! То есть, сейчас на полном серьёзе надо нажраться, мёда ебать. И идти искать руду? Ёптвою. А я чё-то знаю... Я почему-то подумал, что сейчас она будет плавить мне именно вот эти вот детальки второго порядка, то есть. А оно нет, типа, говорит, Владислав. Возьми-ка ты, говорит, своё лицо и закатай его ровно вдвое, блядь. Что ты несёшь, говорит? Кхерить просто можно. Вот эти бруски, чем же вас плавить? Что, реально для этого нужна аж печка третьего уровня? Или какая-то технология нужна? Давайте посмотрим. Может, я что-то не знаю? Так. Правила горения. Сталь, чертёж. Тебе нравится работать с раскрылённым металлом, а после работы всегда найдёшь время, чтобы сделать пару гвоздей. Плохая штука, блядь. Походу, реально, ребята, слушайте, не скоро это ещё будет. Вот оно чё, Михалыч, я так уже обрадовался. Ну, тогда пойду пока поищу. А, ребят, ну чё, короче, нам повезло, просто не сказано. Оказалось, что на болотах просто херово гора ещё именно вот этих вот маленьких кусков железа. Поэтому я их по-насобиралась. Сейчас мы тут дело сделаем. Я наконец-таки понял, для чего нужна печка второго уровня. Открывается тут именно сталь. Именно сталь, открывается, ребята, сталь. Это круто. Так, почему нельзя сделать 44, или точнее 45? Ладно, запускай, короче. Плюс эта печка делает сразу по два слитка. То есть не зря мы её сделали. Она, грубо говоря, заменяет одна. Вот те две. Поэтому в любом случае это плюс. Так, что я хотел сейчас? Ну, наверное, поспать-то. Это идти просто к этому. К звездочёту. Да, то есть что-то ещё, в принципе, делать. Так, уголь, наверное, пока выложим лишний. Металл один кусочек. Тоже, наверное, выложу лишний. Всё остальное пусть при мне будет. История у нас складируется вроде бы в другом месте. Надо бы туда будет положить потом. А, это всё дело. Так. Кстати. Из неё можно получить немного бумаги. Вот я это не понимаю. Каким образом из неё бумагу получать. Ну ладно, потом разберёмся. Рано или поздно. Сейчас туда просто надо лечь поспать. У нас, кстати, потом идёт сразу паста. И сразу потом идёт, короче, бабень. То есть, ну, полный комплект. Так сказать. Но для начала надо разобраться именно со звездочётом. То есть с ним побазарим. Узнаем, что этот дневник нам даёт. Он что-то вроде хотел, типа, разобраться в этом портале. То есть, скорее всего, он, типа, разберётся в этом портале. Раз так получается. Я, кстати, единственное, что понял пока что, это то, что мёд это просто ебучая имба. То есть, ну, правда. До хера энергия даёт просто. Кстати, вот они истории. Сюда, наверное, раскладируем эти гребоны истории. Так, ключ. Пусть пока будет при нас. То есть, прям, мёд это и жизни даёт, и энергии плюс 15. Я не представляю. Если нам сейчас начать делать именно какой-то мёд. Именно мёд. Ну, то есть, это же дикий мёд. А можно, как бы, делать именно мёд, который мёд. Ну, который, как бы, вот, ел Винни-Пух. Который, едите вы дома. И, наверное, он будет давать энергии ещё больше. То есть, в принципе, если правильно выйти, так сказать, в сторону еды качественной, то можно конкретно даже не спать. Но нам пока до этого ещё рано. У нас плохо работает наша ферма. Надо бы заняться садом. Если честно. Но это мы потом всё сделаем. Так. Вот с этим медовиком, он, блин, вот я не пойму. Он требовал именно обычный мёд или именно прям бочонки мёда вот? Сейчас узнаем. Дружище. Просто у меня, как бы, мёд есть. Но я не знаю, кто этот мёд или нет. А, да, ему нужно просто дать мёд. Тогда держи. Ну, а чё, как бы. Принеси пять горшков. Моя прелесть. Так что ещё торта? Просто вспомни, нельзя перебарчивать с сахаром. Тортик поможет тебя посмотреть на вещи под новым углом. Больший точек зрения, большей мудрости. О, получили технологию торта. Так. Вот, ребят, у него тут делается масло. Семена конопли. У него тут берутся все дела. Они, кстати, не особо это дорого стоят. То есть, в принципе, можно затариваться. Но это на будущее всё. Пока что мы его вставим. Получили технологию, ребята, тортика. Совсем интересно, что он там даёт у нас в плане... Именно энергии. Девяносто пять энерг... Ебай, это плюс сутки. Надо посмотреть, из чего он делается. Он, наверное, из конопли делается. Это дед, блин, сто процентов. Масло. Масло дизельное плюс конопля. Ебай, тебя просто шклерит так, что обосраться можно. Ничего себе. Так, о, великий мудрец. Дневник отдать. Да. Отлично. Сколько же ценных знаний хранит этот дневник? Ну, наверное, много. О, получили исследовательную историю. Давненько меня ничто так не интересовало. Так, как мы активируем порталы на Ведьмной горе? Посмотри. Посмотрим. Всего-то надо построить излучатель душ. Я прошу прощения, не совсем понимаю, что значит излучатель. Его надо построить прямо на пьедестале, прямо перед порталом. Состоять этот излучатель должен из двух частей. Излучателя из ствола. А вот тут написано, из каких трех частей собираются излучатели. Собираются из трех предметов. Свет, мой зеркальце, вечный уголек и чудо-вилка. Бред какой-то. Так. Что значит второй части? Страница чем-то залита. Как раз там, где написано про вторую часть, надо как-то очистить. Похоже, нужна кислота и реставрационные инструменты. Понятно, блядь. Не все так просто оказалось. Эх, ну будем искать. Где найти эти предметы все? На болоте должна жить одна старуха, совсем чокнутая. Но химические реагенты продают отменные. Звучит как полный бред. Магия такая чушь. На вашем месте, молодой человек, я бы просто сперва обозначил этот портал. Сбор данных лежит в основе всего. Но, во-вторых, попробуйте попасть в город. Поещите там эти странные предметы. Так, понятно. Но попасть в город, конечно, хорошо. Давайте про кислоту поговорим. Может, подскажете, где найти кислоту? Жаль, что я давно забросил алхимию, дрянная наука. Но, пожалуй, знаю, где можно раздобыть кислоту. Так. Ну, я понял. Даже дважды понял. По поводу реставрационных инструментов. Где мне найти инструменты? С ними может свинкнуть проблема. Инквизиция запретила археологию и уничтожила все инструменты. Глупцы. Как будто прошлое может им чем-то навредить. Наверное, инструменты еще можно найти в Черном рынке. Где-нибудь в криминальном районе с связями. Похоже, я знаю нужного парня. Ладно, говорится, змеи. Так. Ну, понятно. Понятно, ребята. Мы, короче, получили тут кучу всего интересного. Так. Преиспользоваться где-то 25. Блин. Можно, короче, науку прям покупать нахрен. Были бы только деньги, которых у нас пока что нету. У меня тоже, кстати говоря, поговорить со змеем. Кстати! Какого хера? Мы уже все для этого змея сделали, но он до сих пор нам не дал печать. Вот урод же ж, блин. Сука, нужна же печать. Мы говорили, поговорить со змеем даст тебе печать. Нихера он не дает. Он, блин, жоп вонючий. Ужас какой-то. Так. Ладно, ребят. Предлагаю пока на этом разрешить эту серию. Прям пошло, поехало, поплыло. Планы на будущее пока таковы. У нас сейчас будет с вами паства. Мы получим афинем 5 энергии. Одна... А, мы ничего тратить не будем. У нас все 5 уйдут на разговор с женщиной. Плюс я, наверное, займусь обустройством своего дома. Да? То есть, чтобы печка, все хорошо. Металл, расширение. Плюс надо заняться улучшением нашей церквушки. Потому что опять веры маловастенько. А, да, больше. Потому что там можно изучать все предметы. Не только синенькие. То есть, можно получать вообще любую, так сказать, вот эту вот единицу исследований. С помощью этого стола. Для этого нужно просто больше вот этих вот значков веры. А для этого нужна более качественная церковь. То есть, чем она лучше, тем больше дается значков. Поэтому надо было поставить, наверное, и алтарь, и арочку. И, так сказать, для исповедальни, вот эту вот комнату. Короче, будем обустраивать церквушку и, ну, так, потихонечку, потихонечку работать вот в этой вот сфере. Походим, наверное, мы по подземелью, но стрёмная вещь. Хотя мы бессмертные, в принципе, что нам париться. Поэтому, как бы, мне кажется, это вообще отсылка к тому, что мы не умерли. Мы, скорее всего, находимся просто в какой-нибудь коме беспросветной. Потому что, ну, как это мы не умерли? Кстати, а он ушёл. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока.